привет мои хорошие меня зовут ольга и вы на канале о вязании и сегодня у нас с вами такое полезное видео я вам покажу как вышить реснички для игрушки амигуруми как я это делаю на примере вот этой единорожки буду показывать но принцип вышивания ресничек для практически любой игрушки он вот именно такой я таким способом пользуюсь и делюсь им вместе с вами вот такую единорожку я вижу в рамках марафона и после окончания марафона мастер-класс станет платным и для вас в описании к видео я оставлю ссылочку по которой можно пройти и купить мастер-класс по созданию такой игрушки если вы хотите ну а мы с вами начнем у меня есть вот такая заготовочка головы и сейчас на примере этой головы я вам покажу как я вышиваю реснички для девочки для этого я беру или ниточку малины черного цвета или ирис черный или последнее время я достаточно часто пользуюсь это у меня пряжа alize cotton gold я ее отрезаю нужными и разделяю на несколько ниточек у нас это пряжа состоит из четырех нитей вот они и одно из этих ниточек я просто вытаскиваю точно так же как ниточку малины единственно что она от малины отличается потолще просто такой толщины мне вполне достаточно можно заменить обычными швейными ниточками в несколько сложений три-четыре сложения тут уже зависит от того насколько толстенько вы хотите чтобы были ваши реснички вставляем нить в иголочку теперь берем нашу голову и принципа вышивание ресничек одинаковы для любой игрушки вот поэтому вам нам с вами нужно понять в каком месте будут располагаться глаза если вы вяжете по какому-то мастер-классу только правило там указаны каком ряду в каких столбиках где располагаются глазки я буду располагать глаза для своей единорожки это для тех кто вяжет по моему мастер-классу мою единорожку смотрите вот у меня идет рядочек в котором я делала прибавление и я от этого ряда вот от последнего прибавления вот она точнее от первого прибавления поднимаюсь на один ряд вверх и вот в этом месте у меня будет располагаться один глаз это левый глазик и перед тем как вставлять глаз я вышлю реснички потому что потом под глазом вышивать ресницы уже достаточно сложно вводим нить внутрь головы на голова еще не наполненная наполнитель еще в не добавляла и скалываем иголочку в то место где у нас будет с вами вставляться глаз вставляем ниточку такую небольшую чтобы удобно было связать и придерживаем ее внутри наши с вами игрушки и теперь примерно прикладываем расположение ресничек я буду вышивать на два рядочка посмотрите вот таком в прямом положении вот так сильно здесь ниточку не тянем затем поднимусь наверх на буквально один столбик также в этом же ряду то есть на два ряда вверх разделяем реснички чтобы они красиво у нас с вами легли и еще одну ресничку я еще выше вышью в принципе в таком положении можно оставить будет тоже достаточно симпатично смотреться но я вышлю еще два стежка чтобы реснички были более частыми в серединочку между столбиками 1 при этом аккуратно прокладываем чтобы у нас каждый ресничка заняла свое место и 2 выводим в серединку столбика и на изнаночную сторону этой же ниточка я не буду вышивать вторую глазик вторую ресничку я ее здесь обрежу и уже со свободным концом я вышью ресничку для второго глазик видите вот так вот это выглядит то есть они такие более частые и больше похожи на такие не совсем прям кукольные реснички такие больше на натуральные похоже обрезаем нить пока что я ничего не связываю если не уверена в положении ресниц то можно сейчас просто вставить глазик посмотреть как это выглядит вместе с глазом и так с другой стороны по опять-таки по моей единорожки я нахожу последнее прибавление вот она от него вставляю видите вот иголочку и наверху вот этого последнего столбика прибавления опять идет прибавление и я верхнюю часть вот сам уголочек этого прибавления буду вставлять второй глазик если вы вяжете по моей схеме то там даже написано какие каких между какими столбиками мы это делаем сейчас самое главное понять просто принцип как мы это делаем так оставляем опять хвостик и поскольку у нас с вами вязание здесь идет горизонтально и мы помним что при вязании крючком у нас рядочки с вами косят немножко да немножечко они уходят в сторону и уходит вправо поэтому нам нужно вот этот глазик вышить так чтобы он был симметрично вот этому и первый стежок я тоже делаю горизонтально как бы выравниваем просто оба глазика чтобы положение ресниц было одинаково и теперь тут уже нужно делать все для каждой игрушки индивидуально мне получается что нужно вышить 11 стежок наверх вот сюда и один стежок столбик который идет ниже и опять я вернусь возвращаюсь в место откуда у меня выходят все реснички потому что буду еще их более частыми делал вот так вот располагаем нашу голову смотрим насколько ровно принципе уже видно положение до класс представляем что здесь глазик будет можете его вставить даже посмотреть и чтобы вот у нас положение вот этих ресничек было ровно чтобы они не ушли вниз там ли наоборот наверх вот сюда чтобы все было симметрично и теперь уже можно вышить реснички которые идут в промежутках между основными ресницами также сразу придаем положение и последнее также я ниточку вывожу вот так теперь можно обрезать затем я вставляю глаза на безопасном крепление фиксирую их с изнаночной стороны и только потом делаю узелочек на пряжа и хвостики лишние обрезаю это я сделаю за кадром вот таким способом я пользуюсь для вышивки своих ресничек как видите я уже ставила глазки добавила наполнитель внутрь головы в следующем видео я вам покажу как я стягиваю отверстия для для головы игрушки когда у нас с вами идет горизонтальная горизонтальная форма головы и чтобы красиво стянуть отверстие я это делаю на 12 петельках можно делать на 8 можно делать на 6 здесь уже как вам удобно переходите следующее видео ссылочку на него я обязательно для вас оставлю и смотрите если не знаете как стягивается отверстие ну а на этом сегодня видео мастер-класс заканчивается я надеюсь что вам здесь было все понятно все понравилось если нравятся такие короткие полезные видео ставьте пальчики вверх делитесь с друзьями в социальных сетях подписывайтесь на мой канал и всем спасибо и пока пока до новых встреч